Окей, мы прибываем на МОП Маланково. Здесь станция зарядки Лотос и строящийся хаб Гринвей. МОП Маланково находится всего в 66 километрах от МОП Ольши, которые я показывал в предыдущем видео. Около 100 километров от въезда на платную часть автобана А1 со стороны Гданьска по дороге на юг и где-то 120 километров от самого Гданьска. Значит, какой у меня расход? Я выехал с МОП Ольша, ехал, держа 150 на круиз-контроле, на автопилоте. Что у меня вышло по расходу? У меня вышло 257 ватт-часов на километр. Это чисто расход по автобану 150. Окей, здесь я не проеду, еду с другой стороны заглянуть. Я не буду здесь подключаться на зарядку. Здесь каждое подключение это 24 злотых. Но мы подъедем поближе, чтобы посмотреть на эту зарядную станцию. Вот она. Окей, пару слов про зарядки. Лотос, небеский шляк или голубой путь. Значит, они активируются картой. Нету никакого приложения. Карту нигде нельзя заказать. Нужно идти на заправку Лотос, на кассу и просить кассира активировать зарядку. Тогда кассир скажет, хорошо, секундочку, минуточку, подождите. Пшемек, кто-нибудь там, пожалуйста, пойдите, активируйте зарядку. Значит, перед тем, как заходить на станцию зарядки Лотос, вы уже сразу подключаете штекер к вам в зарядный порт автомобиля и идете искать персонал, чтобы попросить включить. Там, как бы, если на зарядке огни горят и дисплей работает, то, скорее всего, она работает и все будет хорошо. То есть, просто идете, просто платите в кассу 24 злотых. Карточка или наличными, неважно. То есть, как за обычный бензин. Наперед только. И это безлимитная зарядка. То есть, вы можете зарядить там хоть 100 кВт-часов. Никто не будет стоять над душой и спрашивать, ну что, когда. Разве что следующий приедет автомобилист. Вот. И поскольку эта заправка нигде ни в какой системе не числится и не подключена к интернету, другие автомобилисты о том, что она занята, да, электромобилисты, могут узнать только по PlugShare, по программе PlugShare. Поэтому отметьтесь, пожалуйста, что вы сейчас там заряжаетесь. Ну и благодаря этой фиксированной цене за активацию и безлимиту по времени и по киловаттам из всех платных зарядок в Польше на данный момент Lotus это самая дешевая зарядка. И она, к тому же, для путешественников, для людей не местных, она будет самая удобная, потому что вам не нужно никакое приложение, никакую карту, вам не надо будет активировать приложение через польский телефон. То есть в этом плане как раз удобно. Неудобно то, что когда вы туда едете, вы не знаете, будет ли она работать или не будет. Поэтому есть такой риск. Но зато получается, смотрите, батарею, допустим, в Тесле, если мы приехали на 30%, ну так, грубо говоря, вы зарядитесь до 100, вам нужно 50 киловатт-часов. Вот, то эти 50 киловатт-часов вам будут стоить 24, грубо говоря, злотых. То есть там выходит уже на копейки. То есть немножко дороже, чем заряжаться от дома в Польше в домашнем тарифе. Поэтому цена очень приятная. Вот где оказываются зарядки. Да, надо было там просто подъехать, заезжая как на Макдональдс. Вот оттуда. Но ничего, она еще не работает, поэтому мы можем просто на нее посмотреть. Здесь еще знаки. Вот сейчас понаблюдать. Вот оно будущее. Как оно будет выглядеть в Польше. Под крышей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, мы здесь видим две станции 50 киловатт с двумя местами парковочными. Возле каждой из них. Скорее, здесь будет разъем 50 киловатт CCS и 50 киловатт SHA-DEMO. Скорее всего, одновременно быстрая зарядка по двум разъемам идти не будет. Есть еще разъем Type 2. И будут Ultra High Power Chargers, то есть высокой мощности зарядки до 175 киловатт на каждом из этих юнитов. Значит, эта зарядка Greenway, да, еще не работает, но Greenway это вторая по многочисленности сеть зарядок в Польше, поэтому я очень рекомендую вам установить их приложение. Второй так и называется Greenway, польска. На ваш телефон, если вы едете в Польшу электромобилем. Цены у них 2.09 за зарядки до 70 киловатт или до 90 киловатт. Я покажу ценник. Вот. Ну и вы привязываете карточку, вам нужен интернет в вашем телефоне, и вы можете активировать зарядную сессию. Альтернативно, можно у них попросить выслать карту, но я не знаю, высылают ли они карты на адреса за пределами Польши. Кроме этого, у Greenway существует сеть зарядных станций в Словакии, поэтому если вы едете в Словакии, то надо установить приложение Greenway Словакия. Или у вас, или если у вас есть Greenway Польша, то вы будете пользоваться в Словакии как бы роумингом. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо большое. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Дальше поеду на следующий пункт отдыха пассажиров, следующую зарядку. Не переключайтесь. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok